Мы продолжаем выпуск. В областной детско-юношеской библиотеке имени Бектурова сегодня было как никогда людно и шумно. В два дня там проводятся праздничные мероприятия в честь столетия общественного деятеля Жаика Бектурова, человека, который в свое время любил заботиться о молодежи. Подробнее далее. Большой человеческий дух Жаика Бектурова, его истина, его забота о молодежи. Именно об этом рассказывали участники конференции очередного мероприятия, посвященного столетию писателя, журналиста и общественного деятеля. В 80-е годы он жил на бульваре мира и любил приглашать себе молодежь вести духовные разговоры. На таких встречах больше всего он читал Махжана и Ахмета Байтурсынова, которые также являются духовными наставниками для молодежи. Он с собой нес такую огромную информацию об истинной истории. И он всегда любил за молодежь, чтобы передавать все это. И он любил всегда быть студентами, с молодежью. И в 80-м году, когда была идея возвратить творческое объединение Балалса имени Сергея Сейфулина, он шел, ему было 70 лет, он шел, обком партии у секретаря. Даже я помню, он вошел в председатель облицского флова. Он действительно любил молодежь. Он не искал государственные заказы и не ждал тендера для проведения молодежных мероприятий. Говорит сегодняшним языком состоявшийся айтискер Акын Куаныш Максутов. Он просто вел за собой молодежь и, к счастью, успел передать то, что знает. Именно благодаря Жейку Бектурову я стал любить мировую литературу, продолжает стрепет Амакын. Однажды такой случай был. Паризовом Басана приезжает и по плану Советописателей и других организаций руководства решено было провести небольшую встречу, потому что ждал обед, 5-6-й. И он прям ректору говорит, слушай, пусть молодежь выйдет. И он перед большим аудиторием, и на месте планированных нескольких минут, буквально на полчаса планировали, он провел почти 2,5 встречи и заставляет Баризовом Басана отвечать вопросам студентов. Вот такие вот теплые воспоминания об особенном человеке. Мероприятия к столетию Жейка Бектурова продолжились презентациями документального фильма «Певец степи любви и доброты», литературного альманаха и награждением победителя республиканского конкурса творческих работ среди юнош и молодежи. Ну а в здании областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина состоится вечер памяти писателя. Анешал Карбек, Ужас Габазов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова